Как что вы не про это, про русский мир, российскую мову? Смотрите, все в истории когда-то было. Люди не меняются, общество не меняется. Меняются инструменты доставки информации, инструменты войны и все остальное, но само общество, оно, как правило, по восприятию информации, по реакции, оно не меняется. И вот этот вот русский мир и то, что происходит в России, это тоже не новое, это уже было в истории, наиболее похоже на это дело, это у нас национал-социализм гитлеровской Германии. Мы сейчас по этому пройдемся, покажем тенденции. И это надо понимать, эту логику. Логика есть. Суть заключается в том, там, где говорят на русском языке, там, где есть русская культура, это априори территория русского мира. Официально этой диалоги нету, но все спикеры, начиная от Кирилла, заканчивая Путиным, Медведевым, Патрушем, говорят вот об этом, что для них границ не существует, территории вокруг них, это не государство, а территория, на которой говорят русский мир, рано или поздно они должны это забрать. Очень похоже на гитлеровскую Германию. 1938 год, 1936 год, когда тот же Гитлер, те же подручные Гитлера, говорили по той же Чехословакии о том, что там находятся немецкоговорящие, мы должны объединиться. Вот пример, вот Крым, Крым и Данцик, вот, можете сравнить. Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Данцик был и остается германским городом. Король тор был и остается немецким. Один в один, идем дальше. Те же самые истории, Рудольф Кеас, Вячеслав Володин, известной личности. Германия это Гитлер, Гитлер это Германия. Володин есть Путин, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. То есть, и дальше идет то же самое. То есть, совпадение абсолютно идентичное. Мы должны не только поддерживать нашу обороноспособность, но и в первую очередь, это информационное поле, через которое они до нас стараются являть. То, что не учли Чехи в свое время, то, что не учли Австрию в свое время, когда через информационное поле закидывания тезисов они смогли настроить население на вхождение в Третий Рейх. Надеюсь, что у нас это не произойдет. Вот мы с этим будем стараться. Относительно, возвращаясь уже напоследок к Харькову, я, как обещал, много времени занимать не буду, в марте этого года, 17 марта, Путин там на сцене говорил о том, что в Москве говорил о том, что вообще, в принципе, вся Россия, она должна быть по границам Советского Союза. Но это он пока говорит. Дать ему возможность, она там зайдет и на Польшу, и Русскую империю, и Российскую империю они еще вспомнят. Вот где говорят на русском языке, там будет. Ну, и хочу додать, что пан Олег с коллегой зареєструвал очень интересный законопроект. Додать до криминальной ответственности в статью, где у нас забороняется демонстрировать символику коммунистичную и нацистскую, слово и русского мира. Чуть-чуть больше. Дело в том, что если мы показали сейчас на примерах, что они очень похожи на национал-социализм, тогда логично, что если он запрещен, то это символика коммунистическая пропаганда. Национал-социалистическая пропаганда. Если они идентичны с русским миром, ну так русский мир должен стоять рядом, правильно? Фактически то, что мы имеем в социологическом исследовании, говорит о том, что харьковчане, у них позиция при голосовании была следующая. Мы харьковчане, не лезьте к нам. Ни русские, ничего, никаких мы не хотим. Вот мы харьковчане. Вот мы местные. Это меня радует, потому что это следующий шаг понимания украинской идентичности. Через это проходили все. То есть на следующих выборах вот эта украинская идентичность будет еще больше проявляться в Харькове.